Здравствуйте, дорогие друзья! С вами YouTube-канал Годзилла Блог. Итак, Путин допустил передачу Азербайджану с 7 районов вокруг Нагорного Карабаха. Да-да-да, именно так. Слушайте, я думал, я иногда туплю сильно, но так как ступил, конечно, Владимир Путин, это, конечно, поражает. Кто-нибудь, передайте Путину, что азербайджанская армия уже находится в 5 километрах у Шуши, если не ближе. Уже говорят, что уже на поступах к самому городу. А он все говорит о передаче каких-то 7 районов по Азербайджану. Ребята, ну вы хоть следите за новостями, когда говорите такую глупость. Нет, я, конечно, понимаю, что в бункер, возможно, новости доходит с большим запозданием, но не настолько же, ребята. Это просто смешно. Ихам Алиев заявил об освобождении еще 11 населенных пунктов в Джабраильском и Кубадлинских районах. Новость пришла вот только что недавно. А Международная правозащитная организация Human Rights Watch будет расследовать в Азербайджане удар по азербайджанскому городу Барда, где погибли мирные жители. Армянская сторона же в ответ обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта, а также роддома и рынка в этом городе. Но данных о жертвах среди мирного населения пока предоставлено не было. Были предоставлены видеокадры разрушений. Конечно же, картинка ужасающая. Для меня ничто не может оправдать удар по мирным жителям ни со стороны Азербайджана, ни со стороны Армении. Война должна вестись только между вооруженными людьми, которые целенаправленно готовились к войне. Будь то военнослужащие, боевики и так далее. Не должны страдать мирные жители при этом. Ребята, я еще раз повторюсь, ничто не может оправдать удар по мирным жителям ни чьей-либо из сторон. Это мое личное мнение. Обижайтесь на меня со стороны Армении, со стороны Азербайджана. Я это мнение не изменю, но потому что это действительно ужасно. Это военные преступления, которые обязательно должны быть расследованы. Армянская сторона утверждает, что диверсионные группы ДРГ Азербайджана уже находятся в селе Дашатлы. Или по-другому Каринтак, фактически это уже предместие города Шуша. И это означает только одно, что Азербайджан прощупывает оборону на этом направлении перед тем, как штурмовать сам город Шуша. По состоянию на 30 октября боевые действия продолжались на Хаджавидинском, Агдеринском и Губадлинском направлениях фронта. Азербайджанская армия достигла существенных успехов тоже в этих направлениях, потому что, выйдя к городу Шуша и фактически взяв Хаджавидин в окружении, получается, что азербайджанская армия перерезает снабжение города Лачин и, соответственно, перерезает дорогу от города Лачин до города Шуша. По той оперативной обстановке, которая имеется на данный момент, складывается впечатление, что судьба Хаджавидинта уже предрешена. Если армяне не успеют вовремя отвезти свои подразделения и перегруппироваться, к примеру, в направлении Лачина, то, я думаю, они попадут в окружение и судьба уже будет очень печальна. Также сегодня пришла информация, что азербайджанская армия нанесла удар по городу Каашину. Это означает, что азербайджанская армия находится не только рядом с Лачином, но и фактически в 10 километрах от города Ханкинди или Степанакерти, если по-другому. А может даже и ближе, потому что диверсионно-разведывательные группы Азербайджана фактически могут теперь передвигаться беспрепятственно через горные тропы между Лачином, Ханкинди, Степанакертом и Шуша. И также в направлении города Лачин. После того, как Хожавен попадает в окружение, под ударом находится еще один населенный пункт Хисан, и взятие его фактически ведет уже к окружению города Шуша. А если брать Лачинский коридор, то под ударом оказывается город Турсу, и уже через город Турса фактически дорога открыта на сам Лачин, и уже город Лачин будет попадать в полуокружение. Таким образом, сразу три населенных пункта, которые еще пока находятся под контролем армян, фактически могут оказаться в окружении. Поэтому я не удивлюсь, если азербайджанская армия будет стягивать свои войска южнее Шуши, чтобы готовить плодзар наступления через Турсу на сам город Лачин, с целью отрезать город Лачин от города Шуша. Также 30 октября было предоставлено видео азербайджанскими вооруженными силами об уничтожении реактивной системы залпового огня смерч, а точнее даже уже двух смерчей. В итоге азербайджанская армия уже потеряла как минимум три смерча за два дня. Также приходят видео, как в том же Шуша, а также в окрестных городах и селах уничтожаются склады боеприпасов. То есть азербайджанская армия не просто бьет куда попало, лишь бы уничтожить как можно больше противников, а действует уже стратегически, уничтожая не просто живую силу и технику противника, а разведывая с воздуха и уничтожая склады боеприпасов, что тоже немаловажно в этой войне. Действительно, азербайджанская армия в этом отношении преуспела, что уж тут греха таить, и армянская сторона отчасти это тоже признает. Армянская сторона решила, конечно, приободрить жителей Народно-Карабахской республики и Армении и выпустила видео и фотоматериалы, в котором сообщается, что уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Азербайджана, а также освобождены несколько сел южнее Шуши, которые днем ранее были захвачены азербайджанской армией. Конечно, пока это выглядит немножко фейково, потому что не видно ни видео, ни фото освобожденных сел, но тем не менее, я думаю, это сделано специально, чтобы немножко приободрить защищающихся, хотя, если честно, поводов для радости я вижу мало. Я объясню почему. К примеру, генерал Аркадий Крапетян, генерал, который еще принимал участие в Первой Карабахской войне, который активно поддерживал сепаратизм еще до Первой Карабахской войны. Так вот, Аркадий Крапетян призвал всех жителей Армении прийти на помощь Народно-Карабахской республике, пригрозив, что в противном случае они придут в Армению с войсками. Цитата. Если сам генерал, имеющий боевой опыт еще Первой Карабахской войны, пишет такое, то понятно, что происходит на самом деле в обороне армянской стороны Народно-Карабахской республики. Можно понять, что творится в головах и сердцах простых солдат, которые находятся постоянно под ударами турецких и израильских беспилотников вооруженных сил Азербайджана, и которые уже знают, что защиты никакой от этих ДПЛА у армянской стороны нет. Это и объясняет тот фактор, что армяне зачастую просто отступают позиции, не вступая в бой, потому что видят, что преимущество в воздухе реально находится в вооруженных сил Азербайджана. И более чем за месяц войны армянская армия не сумела найти что-то подходящее, армянская сторона не смогла найти каких-нибудь действенных средств, чтобы обезвредить либо сбивать беспилотники вооруженных сил Азербайджана. Но мы видим обратное, армянская оборона продолжала коллапсировать, тем самым позволив азербайджанской армии фактически окружить город Хаджавен, подойти к Шуши и нести угрозу непосредственно самому Лачину, а также дороге, которая соединяет город Лачин и город Шуша. О том, что дела в НКР у армянов стоят плохо, также подтвердил и Рай Карутюнян, который фактически подтвердил слова Аркадия Карапетяна и призвал в соцсетях всех жителей Карабаха выйти на войну, всех в том числе и женщин. То есть фактически он призывает уже не военных, а простой народ идти воевать, так как видно, что дела у армянской страны в обороне Народно-Карабахской республики идут уже совсем плохо. Будущее развития событий тоже непонятно, потому что если армяне не подтянут крупные резервы на защиту Шуши, Хаджавенда и Лачина, то судьба этих городов будет предрешена. Конечно же, Шуша будет сопротивляться больше всего, это действительно психологический момент в этой войне. Кто овладеет городом Шуши, тот фактически уже будет владеть всем Карабахом. Ну, такое стратегическое положение у этого города. Я думаю, армяне, конечно же, будут драться за этот город, очень много жизней будет положено, но, по моим проскромным подсчетам, примерно 4-5 дней, это, наверное, самое большее. И Шуша все-таки пойдет, потому что Азербайджан имеет несравненно больше резервы, несравненно больше оснащений. И все те же БПЛА, которые работают день и ночь и не прекращают свою работу целыми сутками, уничтожая технику, снабжение, склады боеприпасов и живую силу противника, фактически нон-стоп. Видимо, с резервами все-таки в Армении дела обстоят не очень, так как мы видим, сколько женщин приходит добровольцами. И, видимо, это тот резерв, который формирует Армения на случай войны с Азербайджаном уже на территории Армении. Либо для того, чтобы отправлять эти уже сформированные отряды на фронт в Карабах. Да, конечно же, армянская сторона может найти и стянуть дополнительные резервы для защиты города Шуша. Но, действительно, правда в том, что если армяне не найдут противодействия турецким и израильским БПЛА, то какой смысл в этих дополнительных резервах, которые легко уничтожаются с воздуха турецкими и израильскими БПЛА? Руководитель Армении Нагорно-Карабахской республики просто совершает преступление, прежде всего по отношению к своей армии, к своему народу, просто отправляя на убой людей, непонятно за что погибающих. Нет, оно-то понятно за что, вроде как защищают свою землю, да, как они считают Нагорный Карабах. Но почему это делается так бездарно? За более чем месяц войны не придумано вообще ничего, чтобы хоть как-то защититься от БПЛА Турции. Я так понимаю, если война продолжится дальше, если не будет найдено мирного решения, то продолжится ровно то же самое, что и продолжается сейчас. 24 часа в сутки армянские вооруженные силы будут подвергаться бомбардировкам БПЛА и РСЗО вооруженных сил Азербайджана. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган поставил жирную точку по поводу разговоров о его участии в переговорном процессе по Нагорно-Карабахской проблеме. Цитата. «Давай положим конец этому положению на Кавказе. Если хочешь, мы вместе можем урегулировать этот вопрос. Вы будете этот вопрос обсуждать с Пашиняном, а я поговорю со своим братом Ильхамом. Но мы должны решить одно – мы будем решать этот вопрос или нет. Мы откровенны, я верю в вашу откровенность тоже», – сказал Реджеп Таип Эрдоган президенту России Владимира Путину. «Если действительно Реджеп Таип Эрдоган сказал такое Путину, то мне кажется, здесь даже школьнику понятно, кто действительно диктует свои условия по Нагорно-Карабахской проблеме». Всего доброго, друзья, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, скоро будет новый выпуск по Нагорному Карабаху. Также ждем развития событий вокруг города Шуша. Субтитры создавал DimaTorzok